Остановочный павильон не в первый раз привлекает внимание вандалов. По словам пассажиров, общественного транспорта после того, как уберут творение хулиганов, проходит всего несколько дней. Изрисованные стены трамвайной остановки на проспекте Вахитова. Такую картину горожане наблюдают уже не первую неделю. Данное городское сооружение уже не первый раз страдает от рук вандалов. Это уже не первый случай вандализма в городе. В текущем году от рук хулиганов пострадали площадь Азатлык, драмтеатры, мастеровые, а также трамвайные и автобусные остановки. Правонарушители либо ломают, либо изрисовывают стены городских сооружений. Личности некоторых хулиганов удалось выяснить. Им и пришлось поплатиться рублем за свои творения. Пусть у себя тогда дома рисуют, чем портят, ну, как городское имущество. Некрасиво, конечно. А как думаете, можно с ними как-то бороться? Ну, а как с ними бороться? Среди ночи же не будешь тут ловить их. Ну, это же не очень красиво. Непонятно, что за подписи вот эти вот, что за росписи какие-то, непонятно. Лично мне, например, не очень нравится. Спасибо. А как вы думаете, можно как-то бороться вот с людьми, которые так... А как бороться? Я даже не знаю, как бороться. Я не могу сказать, как бороться. А нужно ли бороться с таким? Вы знаете, бывают красивые граффити, да? Красивые. Но то, что вот написано вот здесь, это что-то непонятное. В администрации города нам сообщили, что предприятие «Автодорог» в ближайшее время очистит стены трамвайной остановки проспекта Вахитова. И в очередной раз просит не борстить городское имущество. Христина Балабанова, Гирилл Хабзей, Новости Челна ТВ.